Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие девятиклассники! Я надеюсь, вы находитесь в полном здравии, и я поздравляю вас, что вы дошли к этому последнему завершающему занятию. Итак, урок 22. Самооценивание. Давайте вспомним, какие 10 целеполаганий у нас были в учебном году. Это изучение нового содержания, сформированные жизненные навыки, развитие новых навыков, сформированные отношения, консолидированные ценности, оцененные отношения, производимые продукты, публичные презентации, добровольчество, волонтерство в сообществе и самоудовлетворение от проделанной работы. Итак, содержание обучения. Как вы помните, мы прошли 4 модуля. Первый – медиативная культура. Какие вопросы мы рассмотрели в этом разделе? Мы говорили о информации из разных источников, о медиативной грамотности, о правдивых и уложенных новостях, о пропаганде и манипуляциях, о медиативной культуре граждан в контексте социальных вызовов. Когда мы изучали второй раздел «Угрозы демократии», здесь мы рассмотрели различные проблемы и важные острые вопросы современности, такие как коррупция и неподкупность, торговля людьми, радикальные взгляды, популизм, шовинизм, национализм против патриотизма. Третий раздел «Активная гражданственность, волонтерство». Здесь мы изучали такие темы, как гражданин сообщества, гражданин Республики Молдова, как гражданин европейского общества, Европы и мира, механизмы гражданского участия, а также темы касаемо флурализма и консенсуса процессов принятия решений в школе и в обществе. Четвертый раздел «Обучение, основанное на проекте и разработка Кодекса о неподкупности гражданина». Здесь мы анализировали вопросы общественной среды с точки зрения неподкупности, изучение документов и исследование проблемы, определение структуры Кодекса о неподкупности гражданина, организация публичных слушаний, публичная презентация документа и размышления об опыте обучения. Рассмотрим основные понятия и концепции, которые мы освещали на протяжении 9 класса. Это идентичность и общество, гражданское самосознание, разнообразие и плюрализм, права и обязанности граждан, конфликт и виды общения, правила, законы и этические принципы, правление и самоуправление, равенство и беспристрастность, культура, масс-медиа, средства массовой информации, активная гражданственность и волонтерство. Рассмотрим, какие жизненные навыки были сформированы. Автоорганизованность, то есть самоорганизованность, совместное, мы научились совместно обучаться, совместное обучение, эффективному общению мы научились, мы работали в группе, мы изучили структуру проекта, мы научились реализовать различные продукты и узнали, как подготавливаются публичные презентации. Итак, какие могут быть реализованные продукты в течение учебного года? Это коллаж на разные темы, видео, аудио, материалы, листы интервью, различные листы наблюдений, отчеты о мониторинге, групповые проекты, рекламные ролики, листовки, плакаты, статьи, научно-популярные статьи, программы мероприятий, а также кодекс о неподкупности гражданина. Также хотелось бы выделить ключевые слова. Вот императива, да? Делать, значит, получаем навыки. Знать, мы получаем знания. Быть, отношения. А творчески исполнять и уметь передавать идею — это чувство, реакция. Современное понятие — перформанс. Изучите это. Оценка компетенций. Итак, компетенции представляют собой ансамбль знаний, навыков и отношений. Также сюда мы включаем. Мы изучали ценности, поведенческие установки, практические навыки и знания, и их критическое осмысление в целом. Всё это ведёт к формированию компетенций. Рассмотрим 20 компетенций для демократической культуры. Итак, из сферы ценностей выделим уважение человеческого достоинства и соблюдение прав человека, поощрение культурного и политического, я бы сказала, также многообразия, утверждение демократии во всех её проявлениях, справедливости, беспристрастности, равноправия и верховенства закона. Из цикла поведенческих установок что мы здесь выделим? Открытость по отношению к иным культурам, верованиям и обычаям в крае, толерантность и уважение к другим национальным большинствам, к другим категориям граждан, гражданское самосознание, чувство ответственности, чувство собственности, значимости, устойчивость перед лицом, неопределённости. В контексте практических навыков здесь очень важно говорить о способности к самообразованию, способности к аналитическому и критическому мышлению, что на сегодня очень важно, пропагандируется. Умение слушать, наблюдательность, гибкость и приспособляемость, коммуникабельность, развитые лингвистические способности, навыки общения на разных языках, готовность к сотрудничеству и организаторские способности, способность разрешать конфликты. Из области знания и критического осмысления. Здесь мы можем говорить о трёх вехах. Первое — это относительно собственной Личности, самопознание и критическая самооценка. Второй аспект — это знание и критическое осмысление языковых стилей в общении. И третье, немаловажно, познание мира, миропознание и его критическое осмысление. Сюда также включаем и всю систему законодательства, права человека, всю общественную среду, религию, историю, культуру, политику. Итак, что нового вы узнали и чего вы достигли в этом школьном году? Я думаю, что вы научились отличать ценности от совершенно противоположных им понятий и научились проявлять справедливость, честность, порядочность и неподкупность по отношению к себе и к другим людям в самых различных контекстах. Я думаю, что вы научились критически интерпретировать, то есть, да, выражать содержание масс-медиа, демонстрируя навыки выявления ложных, фальшивых новостей. Я думаю, знакомо такое понятие, как фейк, а также случаев явного популизма, манипуляции, манипулирования и пропаганды. Мы научились активно участвовать в демократии, в волонтерской деятельности, проявляя при этом бескорыстие, ответственность и сильный гражданский дух. Давайте проведём небольшой опрос и выявим обратную связь. Как вы себя чувствовали во время занятий? Что вы узнали нового? Что было полезно для вас? Что было легко, а что оказалось сложным? Что бы вы изменили, если бы у вас была такая возможность? Как вы оцениваете своё личное участие? Очень хорошо, хорошо или удовлетворительно? Обсудите ваши ответы с коллегами и постарайтесь аргументировать ваш выбор, ваш ответ. И напоследок мне хотелось бы подытожить общество таково, каково его гражданское население. Все мы хотим консолидированного, сплочённого общества, где все живут на благо ближнего. Докажите, что вы активный и ответственный гражданин в различных контекстах. пройдя курс занятий, я думаю, что все мы получили ощутимые результаты, и я думаю, вы согласитесь со мной. Также масса удовольствия в процессе обучения, так как мы вместе поучаствовали в консолидации нашего общества. Я желаю вам здоровья, всех благ вашим семьям. С вами была Юлиана Ивановна Папина. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok